Сейчас порт выглядит совершенно необычно, но и действительно, мы же здесь никогда не бываем зимою, да навигация еще далеко. И так уж и вышло, что, наверное, наша съемочная группа это первые пассажиры этого года. Мы едем, если это можно так назвать, на ледоколе Двина, что спешит спороть лед на Кимкинском водохранилище. Вы слышите, как огромные льдины уходят под днище. Капитан Эдуард Каллович Баллат уже одиннадцатый год снимает ледяной панцирь с этой акватории. Эдуард Каллович, ну известно, что лед растает ведь так или иначе. Зачем нужно торопить весну? В Москве нужны очень минерально-строительные грузы, особенно в связи с Олимпиадой предстоящей. Поэтому каждый день навигации, открытой раньше, очень много значит для Москвы и москвичей. За нами идет флот. Эдуард Каллович, ну хорошо, вы вскроете лед здесь, вот в Кимках, а дальше? Дальнейшая наша дорога на север. Мы идем вместе с весной, вернее, впереди ее. Рыбинское водохранилище, Белое озеро, Ладожское, Онежские озера. Это все предстоит работать в тех районах нам. Ничего себе здесь картинка. Это вы видите, нашей полыньей воспользовались любители зимнего плавания. Великолепно говорит. Ну как водичка? Хорошо. Великолепно. Желаю всем купаться. Ну что же, всем купаться, наверное, придется в этой воде спустя месяца два-три. Скоро над водой закрутятся белые чайки. Теплоходы отойдут от причалов. Недаром же ледокол Двина торопит весну. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok